Мы для вас сегодня подготовили обзор базового набора индустрии красоты Расскажем про два станка, которые входят в этот набор Покажем, что входит, какая комплектация И постараемся рассказать, показывая эту комплектацию Базовый набор индустрии, который предназначен для заточки парикмахерского, маникюрного инструмента Также частично можно затачивать на нем грумерский инструмент В принципе, даже, наверное, полностью, но, так скажем, чуть-чуть дольше, чем со станком фронт плейт Здравствуйте, уважаемые заточники и те, кто бы хотел присоединиться к этому ремеслу Мы для вас сегодня подготовили обзор базового набора индустрии красоты С вами сегодня Владимир Сидоренков, владелец студии заточки Адемс в городе Самара Преподаватель Международной Академии заточки Адемс И Эдуард Маркин, директор по развитию и совладелец компании Адемс Сегодня мы вам расскажем про два станка, которые входят в этот набор Покажем, что входит, какая комплектация И постараемся рассказать, показывая эту комплектацию Потому что иногда, когда человек приобретает этот набор, он путается и иногда даже не понимает То есть, если вот это вот у нас ножки для чугунной плиты, вот здесь они находятся То мы, по крайней мере, покажем, куда это приклеивать Это базовый набор индустрии, который предназначен для заточки парикмахерского, маникюрного инструмента Также частично можно затачивать на нем грумерский инструмент Ну, в принципе, даже, наверное, полностью Полностью? Ну, так скажем, чуть-чуть дольше, чем со станком Frontplate Хотим говорить, что это базовый набор, он может еще наращиваться Но этого набора вполне достаточно, чтобы уже, купив его, получив знания по заточке, уже зарабатывать в этой индустрии Что у нас там на том краю стола находится? На этом краю стола у нас находятся водные камни, гритность 1000 и 3000 грит Это, опять же, исходя из потребностей, которые выявлены были со временем То есть, это именно с того, с чего мы начинаем То есть, 1000 и 3000 грит Далее, это держатель Держатель, вот это как раз для водных камней Держатель, да, держатель для водных камней Это ножки Когда мы распаковываем станок, достаем из коробки То эти ножки, да, мы их одеваем под винты То есть, они у нас вот таким вот образом Выполняют функцию еще и амортизации Да, они... Гасят дополнительные колебания Сглаживают вибрацию, да, при работе станка Но так как станок выполнен максимально качественно С промышленным двигателем И конструкторы подошли настолько скрупулезно к разработке этого станка То, как правило, вибрации не существует Ну, не бывает такой прям, чтобы он прыгал Но, тем не менее, ножки у нас присутствуют Потому что столы тоже у всех, ну, бывают не совсем ровные Далее у нас идет чугунная плита Обращу внимание, что чугунная плита, она двойная То есть, мы ранее делали одинарную Ну, то есть, была одна поверхность Но когда человек покупает плиту с одной поверхностью А мы рекомендуем именно одну зернистость алмазной пасты Наносить на одну поверхность Предлагаем мы 14 на 10 и 20 на 14 Поэтому под каждую алмазную пасту у нас есть своя сторона Поэтому она теперь стала двойная Также идет, ну, если мы говорим про базовую То есть, про комплектацию непосредственно самого станка У нас идет 5 дисков металлических К ним идет круги абразивные Уже формованные 150 мм И начиная с 240 по 2000 зерно по 2 штуки Это мы предлагаем, если человек просто отдельно приобретает сам станок А не в базовой комплектации Но, тем не менее, то есть, это здесь также присутствует Потом обязательно аэрозольный клей Который мы наклеиваем непосредственно сам Смотри, у нас здесь абразивные круги Здесь абразивные круги Почему у нас здесь две кучки? Эта кучка идет в наборе со станком Если его покупает человек отдельно Эта кучка уже идет непосредственно в сегодняшний базовый комплект Для индустрии красоты И здесь мы уже предлагаем по, по-моему, по 7 кругов необходимых То есть, более грубых зернистостей Далее, то есть, по 5 кругов Начиная с 800 по 2000 Также у нас идут бумага абразивная Я бы вот еще сейчас дополнил про круги Смотрите, те, кто уже в дальнейшем приобретут эти круги У них есть маркировка при производстве Маркируем мы их словом низ То есть, приклеивать абразив с помощью аэрозольного клея Либо кожу, либо еще что-то Нужно именно на эту поверхность На эту поверхность мы приклеиваем И устанавливаем диск на станок Уже непосредственно маркировкой низ Так у вас получится Практически мы исключаем биение Почему идет маркировка низ? Это идет отбор Перед тем, как мы их упаковываем в коробку Сборщик Есть специально обученный человек Который проверяет каждый круг Проходит контроль качества Для того, чтобы исключить биение Потому что все-таки это металл При производстве его может повезти Поэтому для исключения биения То есть, есть какие-то погрешности Чтобы эти погрешности нам исключить Мы это делаем маркировку Так вот, здесь есть необходимое количество Уже в базовом наборе Которого будет хватать Здесь, опять же, кому-то хватит на 3 месяца Кому-то это хватит на 4 месяца Но мы исходили из того, чтобы человек Приобретая базовый набор Он уже имел в своем арсенале Достаточное количество абразивов Далее у нас идет листовая бумага Потому как у нас идут формованные круги До 2000 грит Ну, то есть, P2000 А уже бумага у нас идет Вот она отдельно здесь в пакетике Укомплектована То есть, она идет 2500 3000, 5000 и 7000 грит То есть, мы предлагаем вот эту гритность Для того, чтобы когда вы будете затачивать ножницы Не под классику, не под прямой срез А под скользящий Вы могли именно выдержать тот алгоритм Ту технику заточки Чтобы, предлагая свое качество заточки Мастеру-парикмахеру Оно было выполнено на 100% Далее у нас идут круги Это нубук То есть, мы их предлагаем 3 штуки Для чего? Они клеятся на металлический круг С помощью аэрозольного клея И потом мы уже клеим вот эту вот листовую бумагу То есть, почему мы листовую бумагу Не клеим на голый То есть, на металлический круг Без вот этого демпфера То есть, это выполняет роль демпфера Почему мы не клеим на формованные круги То есть, на металл Именно демпфер в виде кожного круга из нубука Потому что здесь уже есть материал В виде ворса, который выполняет роль вот этого демпфера Поэтому мы их предлагаем 3 штуки То есть, это необходимо как раз наклеить Вот еще у нас круг кожаный Этот круг у нас выполнен из кожи чепрак Он достаточно жесткий Миллиметров, наверное, 4 здесь, да? 3, да 3-4 миллиметра То есть, я хотел бы также обратить внимание Что у этого круга есть обратная сторона Есть лицевая сторона Лицевая сторона, она покрыта лаком Обратная сторона, она более грубая Так вот, именно более грубой мы наклеиваем на металлический круг А вот эту сторону мы абразивной бумагой Ну, например, там, P-150 Примерно, да, зернистость То есть, мы зачищаем вот эту лаковую поверхность Для того, чтобы у нас открылся вот этот рабочий слой Причем, я рекомендую, когда вы будете работать вот этим кругом чепраком Не наносить на него никаких полировальных паз Не алмазных, ну или не просто каких-то полировальных Объясню почему Потому что наша задача, вот этот жесткий круг Он вложен вот в этот набор для того, чтобы вы после заточки Уже после абразива, которыми вы прошли Сбивали заусенец То есть, если вы сюда нанесете алмазную пасту Или какую-либо другую То вы можете завалить угол заострения, который вы выбрали То есть, про чепрак объяснил Это войлочный круг К нему мы предлагаем пасту 1 на 0 То есть, максимально мелкую То есть, если кто-то действительно захочет пополировать То есть, мы не вправе кому-либо что Он также приклеивается на металлический диск Наносится паста И при вращении происходит полирование Да Далее у нас идет лекальная линейка То есть, это тот брусок, которым мы выявляем зазор При проверке То есть, перед началом заточки То есть, сначала мы проверяем зазор Потом уходим на водные камни Вот, то есть, лекальная линейка Она обязательно Также идут у нас в наборе шестигранники Здесь идет у нас пятерка И идет, насколько я помню, три с половиной То есть, этот шестигранник нам необходимо открутить Саму планшайбу Этим шестигранником мы можем откручивать винты Ну, если мы хотим Ручку снять, если можно И ручку Кожух Это для снятия кожуха Вот, не надо разбирать сам станок Мы его подготовили Да, поставили здесь пломбы Поэтому ничего разбирать не надо Вот Также Эдуард хотел рассказать вам по поводу паспорта Да, уважаемые наши будущие клиенты Вот здесь вот в конверте В каждом станке идет Это не Несколько документов тут идут Первый, это гарантийный талон На каждый станок идет гарантийный талон С указанием даты производства Ну и, соответственно, что распространяется Гарантия или не распространяется Идет Ну, каждый раз есть какая-то рекламная продукция Мы говорим о том, что вы можете дополнительно получить Например, здесь есть информация О подробной нашей Международной Академии Заточки Где написано, расписано Какие курсы у нас здесь имеются Сколько они стоят То есть, это актуальная информация И также здесь есть файлик В котором, вот этот файлик, он очень важен Для каждого покупающего человека Здесь находятся QR-коды Два важных очень QR-кода Первый, это электронный каталог оборудования Вот, где вы можете посмотреть В одном PDF-формате Все то, что находится в нашем сайте И рассортировано по назначению И второй важный QR-код Особенно при покупке станка Обязательно просканируйте Откроете паспорт на каждый станок Где указана вся информация по нему По настройке По использованию дополнительных материалов И то есть, та информация Которая вам поможет Уверенно получить старт При работе с станком Потому что очень часто бывает Паспорт не смотрят Звонят Спрашивают И вот зачем это Зачем то Все это мы для вас подробно описали здесь Поэтому мы не тратим Ни ваше время Ни свое Соответственно Я думаю, это даже будет интересно Получив такой красивый станок Почитать про него Еще и в паспорте Почему мы его делаем В электронном виде Объясню Потому что у нас Каждые полгода Может быть Внесены дополнения Если мы, например Что-то новое установили Какое-то дополнительное приспособление То есть, там вся актуальная Новая информация Да Поменять всегда проще Вот То есть, если говорить Что вот сторона С фулл драйвом Я про нее рассказал Нет Не рассказал Вот у нас еще здесь Вот здесь Имеется Набор Для заточки Ножевых блоков На станке фулл драйв То есть Снимается кожух Снимается Вот этот полностью алюминиевый диск И сюда устанавливается Через кожух Устанавливается Вот такой двусторонний Металлический диск Вот Он имеет Две стороны Одну конусную Вторую плоскую Здесь есть маркировка Какая конусная Какая плоская Ну и соответственно Она проходит Все стадии Балансировки Ставится на станок Прикручивается Через винт Который входит в комплект Вот здесь же Через винт Через вот такую Шайбу Вставляется сюда Ну и соответственно Уже Удерживая Вот таким вот Магнитом Входящим в комплект Ножевой блок Мы можем уже Затачивать То есть Представим Что у нас уже Эта плита стоит Вращается И соответственно Таким образом Вы устанавливаете Ножевой блок На диск И производите Заточку Предварительно Нанеся на нее Входящие опять В комплект Абразивные порошки Абразивные порошки Вот они Кстати Владимир Держи Сейчас еще Вот про эту штуку Потом расскажешь Да, хорошо Вот у нас здесь Абразивные порошки Их здесь Раз, два Три Четыре Пять Пять видов порошков Все они Разной зернистости И материала Не все Значит у нас Получается здесь Оксид алюминия И карбид кремния Вот Все это Участвует В заточке Различного инструмента Ну и под ваши задачи Поэтому мы Например Считаем Что данного Количества Ну начальное Количество порошка И той зернистости Вам будет достаточно Чтобы перекрыть Именно инструмент В этом сегменте Также Здесь имеется Имеется масло Которое Наносится Перед нанесением Порошка На планшайбу И опять же Как им пользоваться Инструкция Все это есть В паспорте Так что еще Распылитель Вода Это значит Масло Оно концентрированное Его нужно Разбавлять Разбавлять его нужно Вот здесь вот Инструкция Есть Как это все Разбавляется Там все просто 50 на 50 Теплой водой Но я Извиняюсь Тебя перебил Просто очень многие Также мне звонят Спрашивают И как это сделать Причем Это на На фасаде Бутылочки Написано Но люди все равно Занят Спрашивают Объясню То есть Вы лучше Взять отдельный Поляризатор То есть Налить туда Концентрата Разбавить 50 на 50 То есть Ну как бы Одна часть Концентрата Одна часть воды И чтобы Концентрированное масло У вас уже стояло На полке Если будет Не хватать Вязкости Вы всегда можете Подлить концентрат То есть Чтобы не разбавлять Полностью все Масло Ну да То есть Вы сливаете Какое-то количество Масла Разбавляете его Пробуете И соответственно Подбираете Ту консистенцию Которая Вам нужна будет С какой вам Будет комфортно работать В базовом наборе Мы включаем Вот в каждом Пакетике Есть шайбочки Есть бампера То есть Так называемые Упоры Это у нас Называется Ремкомплектом То есть Когда нам приносят К примеру Парикмахерские ножницы В заточку Мы их разбираем То есть Откручиваем винтик И вдруг Шайба Ну скажем так В руках Просто разваливается И мы Используя Вот эти вот Дополнительные шайбочки Мы можем Их заменить Без них Честно говоря Очень сложно Настроить потом Плавный ход Работы Непосредственно Самих ножниц Ну и так же Мы предлагаем Сам ключ Которым Так же Разбирается Потому что Сама винтовая пара Она может быть Просто Можно снять ее От руки Но бывают Такие вот Именно потайные Винты Которые нужно Открутить Вот этим ключиком То есть Мы о вас Полностью Позаботились Включили Вот этот ключ Про этот брусок Я сейчас расскажу То есть Это Бланк Бланк Из рубина Ну то есть Это рубиновый бланк То есть Здесь у нас 3000 грит Он нам необходим Как раз у меня Есть Вот полотно Гребенки Филировочных ножниц То есть Мы кладем Его сюда Поднимаем И делаем Затыловку Тот опцион Без которого Вы не сможете Заточить Филировочные ножницы То есть Затыловка После заточки Обязательно Важна Поэтому Этот брусок Для вас Тоже очень важен Да Он подходит Для одной операции Но это Настолько важная операция Без которой Вы не сможете Заточить Филировочные ножницы Филировочные ножницы Полотно Субтитры сделал DimaTorzok Все станки в базовом наборе идут от компании DEMS Это собственное производство Мы станки производим с 2010 года Имея конструкторский отдел Также пожелания и отзывы наших клиентов На протяжении вот этих многих лет Мы собрали опыт и реализовали его в нашем оборудовании Конечно отдельная большая благодарность Всем нашим новаторам Всем кому не безразлично Искусство заточки Тем кому не безразлично Развитие рынка профессиональных услуг заточки Всем вам большое благодарность Что вы участвуете и продолжаете участвовать В рождении модернизации наших станков То есть это полностью серийное производство Компания DEMS И соответственно вы можете не переживать За качество этих станков Я понимаю что всякое бывает Но тем не менее На каждый станок дается один год гарантии Вот мы соответственно чем хороши От других производителей Тем что Например Сейчас конечно и с импортом стало И с экспортом стало плохо Но тем не менее станки есть Сейчас еще стало сложнее с комплектующими Наши станки на 95% состоят из российских комплектующих Соответственно мы всегда можем вам выслать После даже гарантии детально замену Можем обслужить, перебрать и сделать все остальное Если мы что-то не можем Значит мы делаем крупноузловую какую-то замену На каждом станке имеются гарантийные шильдики Вот здесь вот они находятся С торца станка Ну в каждого станка вместе Внутрь станка сюда год внедряться не нужно Соответственно тогда будет у вас гарантия Чем уникален данный станок Значит У него есть помимо вращающего двигателя Который передает вращение через промышленную опору Она у нас находится вот здесь Вот эта промышленная опора Она передает вращение от двигателя к планшайбе К затачиваемому месту Передает через это Это исключает всяческое биение И соответственно придает этому двигателю Этому станку долговечную работу Манипулятор для заточки парикмахерских ножниц Как для правши, так и для левши Здесь два гнезда Вот соответственно маркировка имеется И в паспорте и на обучении В видеокурсах мы подробно рассказываем Как всем этим пользоваться Все это можно будет все посмотреть Каждый узел манипулятора Установлены свои подшипники Соответственно здесь никаких люфтов, ничего нет И обеспечивается долговечность В дальнейшем комплектация как-то может изменяться Потому что мы постоянно что-то внедряем Что-то дорабатываем Поэтому если вы смотрите это видео Спустя какое-то время И получив станок Он может немножко быть другим Но каждое наше улучшение направлено Именно на Каждое наше изменение направлено на улучшение Можно я свою лепту воткну Чтобы это сразу люди Просто ты сказал, что здесь есть маркировка Но про маркировку я бы хотел рассказать следующее Здесь у нас на держателе обозначен градусомер Градусомер идет для ножниц Именно не мастер-заточник левша-правша А именно мастера, которые к нам приходят Они иногда приносят ножницы под левшу И вот здесь у нас как раз показано Это под правшу Это под левшу И значит таким же образом получается Что вот это гнездо под праворуких Мастеров-парикмахеров А это под леворуких То есть чтобы вы понимали Когда к вам приходит инструмент Вы его проверяете на предмет Если вам что-то показалось Скажем так Что-то вы не увидели обыденное Что-то какое-то уникальное Значит это ножницы вам поступили под левшу Поэтому компания ADEMS позаботилась о том Чтобы вы могли затачивать И для левшей, и для правшей То есть мы вам рассказали сейчас Про парикмахерские ножницы Про машинки для стрижки волос Ножи для машинок стрижки волос Спасибо Теперь переходим на маникюрную часть нашего набора Что же мы здесь имеем? Ну конечно главным действующим лицом В данной экспозиции является станок GMT-2 Станок GMT-2 устанавливается двигатель Мощностью 300 Вт Двигатель внешне похож на Обычное точило Но полностью оно переделывается Меняется здесь электропроводка Для подключения частотного преобразователя И выводится для включения переключателей Далее заменяются штатные подшипники На более высококачественные Вал Станок разбирается Вал шлифуется Посадочные места И устанавливаются вот здесь вот втулки Так называемые профиксы Для использования профиксов Для исключения биения Таким образом Мы решаем несколько задач Первая Это мы увеличиваем время работы данного двигателя Увеличиваем время работы данного двигателя Там с 15 минут до нагрева Потому что у него нету Своего охлаждения И нам Надо, чтобы он меньше грелся Таким образом Из опыта Опять же из опыта Мы как бы не специально к этому стримили Из опыта Получилось, что он работает Часа полтора Не нагреваясь И уже потом требует охлаждения Далее Вот эта втулка Сюда устанавливается Уже при шлифовке Насаживается на клей И она отсюда уже не снимается Она идет Как говорится Раз и навсегда Раз и навсегда Да Если вы попытаетесь что-то сделать С этой втулкой Соответственно повторно Вы так же, как на заводе Ее уже не сможете установить И у вас появится биение Такие случаи тоже были Кто-то хотел что-то как-то модернизировать И все остальное Соответственно Данная втулка позволяет Устанавливать Через профиксы Различные круги Диаметром от 125 до 200 мм Через профикс То есть это и алмазные круги И полировальные круги Дальше Вот если у нас здесь имеется Вот с этой стороны У нас есть магнитный диск Который примерно такой же Как и на фуллдрайве И на этом магнитном диске Мы можем также абразивные круги Устанавливать для заточки Маникюрного инструмента Что еще? Здесь в комплектации станка Входят вот такие вот Пластиковые контейнеры С поролоном Вы туда наливаете воду Ну и соответственно Снимая крышку Да, обязательно Снимая крышку Давайте вам покажем Вдруг кто-то забудет снять крышку Вот здесь поролон Наливаете воду Если у вас нет такой же системы вытяжки Как в нашей международной академии То неплохим подспорьем Будет именно вот этот вот лайфхак Ставьте вот сюда Сюда ссыпается весь абразив Он и тушится, и ссыпается, и собирается И меньше, соответственно, попадают ваши легкие Так, значит, под каждый круг Вот, это вкратце про станок Станок имеет ряд регулировок Ряд изменений положения И мы это уже Когда к станку перейдем Более подробно расскажем Что еще в комплекте идет Можно я расскажу То есть здесь у нас идет держатель Который позволяет фиксировать Вот я сейчас установил Ну не сейчас, а до этого установил кусачки И то есть когда мы откручиваем Вот эти вот два винта То есть они нам позволяют В двух точках фиксировать Максимально точно По отношению к абразиву Поэтому вот эта вот конструкция Она уникальна То есть это двигается Перемещается Вот, то есть вот таким вот образом А это откручивается То есть и настраивается Поэтому сам станок Он в своем сегменте уникален И он очень удобен Потому как позволяет Человеку, будущему нашему ученику Или будущему человеку Ну то есть человеку, который купил В будущем этот станок Позволяет максимально быстро Научиться затачивать маникюрные кусачки Да, ну и для удобства Сделано вот этот держатель Он съемный Вы можете посмотреть качество заточки Что-то установить Ну и вот показываем степень свободы Которые вот здесь вот Поворачиваются у нас Ну и соответственно Могут этот шарнир В двух Ну да, сейчас мы на практике Сейчас мы все это покажем На практике сейчас покажем Вот Итак, Володь, расскажи пожалуйста Об вот этих вот кругах Зачем они нужны И что это такое Вот этот круг в комплектации Находится для расточки сустава Это одна из первых операций Которая делается для заточки Маникюрных кусачек Да, для кутикулы Вот, это электрокорунд Здесь зерно идет F180 Это опять же Оптимально подобранное зерно Это круг Вулканитовый круг Это резина С крошкой корбиды кремния Зерно в данном случае Здесь F80 Вот То есть тоже Оптимально подобранная Зернистость Которая нам позволяет В конце Когда мы уже заточили Маникюрные кусачки То есть это уже заключительные Операции Его отполировать Еще есть здесь Один металлический диск Который через профикс Можно установить Ну это дополнительный Диск Сюда То есть В штатной комплектации Второго диска нет Вот Это пока оставлю здесь Дальше Алмазный круг Для каких операций Алмазный круг С зерном 20х14 Мы используем При формировании Режущей кромки На маникюрных ножницах То есть Когда мы Ну там опять же С помощью вулканита Также мы сейчас Это все продемонстрируем С помощью вулканита Мы делаем геометрию На маникюрных ножницах А этим мы Затачиваем Уже формируем Режущую кромку Здесь есть Два элемента Вот таких Это вот алмазный карандаш И Такая вот Назваемая Шарошка Шарошка Продается в любом Строительном магазине Ну в комплект Мы ее вкладываем Данные Девайсы Нужны для Для правки Кругов Устроения Биения Потому что Все новые круги Когда приходят Даже в нашем Комплекте Они после завода Имеют дисбаланс Для того чтобы Убрать этот дисбаланс Мы устанавливаем сюда Профикс Вот этот вот Профикс устанавливаем Устанавливаем Профикс на сам круг Ставим на станок Устанавливаем Алмазный карандаш И им профилируем То есть выравниваем Сначала мы избавляемся От яйца Ну то есть От овала Мы из него делаем круг А впоследствии Мы зачищаем Металлическую стружку То есть Когда у нас Образовывается металл Ну на липы То чтобы нас Качественно снимать металл Шлифовать его Нам необходимо Чистить алмазным карандашом Также это используется В комплекте С микроподводом Да Сейчас про микроподвод Расскажем Шарошка для чего Шарошка нам Необходима Для профилирования Вулканитового круга То есть Вулканитовый круг У него идет Прямой профиль Если вы хотите Изменить профиль Допустим Сделать его Там какие-то Диагональные Поверхности То есть Как раз Это необходимо Для того Чтобы этой шарошкой Зачищать Либо просто Зачищать По передней поверхности Также От металлического Напыления Точнее Засала Металлом Так Ну Также Вот на металлический Алюминиевый диск Есть Быстросъемные На алюминиевый Диск С магнитом Есть Вот такие Вот Также По подобию Фудрайва Есть Диски Которые С нанесенным Абразивом Также быстро Меняются И у нас Их Кстати Я хотел Добавить У нас Их в комплекте В базовом Комплекте Станка Если вы Опять же Приобретаете Просто Станок В голом виде То их Идет 4 штуки И плюсом Уже в базовом Наборе Мы добавляем Еще 5 Чтобы у вас Чтобы у вас Была возможность Наклеить 9 абразивных Кругов 9 сторон То есть Вот это Количество Кругов Идет В базовой Комплектации А вот Это Количество Идет Дополнительно В наборе Вместе С металлическим Вместе С магнитной Планшайбой Так Также Вот тот Чепрак Который Мы рассказывали Он идентичен Фулдрайву Но сделан Под Да Также Можно им Полировать Поверхности Под диск Сюда же Так же Приклеиваете И соответственно Пользуетесь Им Уже На станке GMT2 Вот 4 профикса Идут в комплекте Вот таких Вот Дополнительно И Вот это Называется Микро Микроподача Микроподача Устанавливается На рельсу Направляющей Вот сюда Вот И позволяет Делать Микроподвод Инструмента К абразивному Кругу Так Ну что Ключи Само собой Для того Чтобы снимать Эти профиксы Аэрозольный клей Для Приклеивания Абразива К диску Вот Масло Для смазки Инструмента После заточки Чтобы у вас Соответственно Не корродировал И хорошо работал Микроподав Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дорогие друзья, в завершении обзора набора для заточки инструментов индустрии красоты Мне бы хотелось сказать, что ваш успех, будущий ваш успех, зависит от трёх составляющих Первое, это, конечно же, останки, это технологии расходные материалы и обучение А за обучением приезжайте в Международную Академию Заточки Адемс в город Самара И я научу вас правильно затачивать инструмент Да, не только парикмахерский и маникюрный, бытовой, медицинский, грумерский и много другого До новых встреч, всем до свидания Всем пока